Друзья, всем привет и добро пожаловать на мой вязальный канал. Меня зовут Светлана. В этом видео я вам хочу рассказать, что я сделала, что я связала за неделю, что начала и что закончила. Ну, своего рода вязальный влог. На этой неделе, а неделю я буду считать с прошлого вторника, это 29 июня. И сегодня 7 июля. Так вот, за вот эту вот неделю я хочу вам рассказать, что же я сделала. Вязала я немного, можно даже сказать мало по моим меркам, но все же я вязала и даже есть у меня готовые работы. Ну и давайте я начну с готовых работ, потому что эти работы, наверное, самые долгие из того, что у меня будет представлено в этом видео. И, значит, первой готовой работой у меня стало платье для дочки. Вот такое вот платьице у меня получилось. Из 100% мерсеризованного хлопка по мастер-классу с канала, который называется Кэт-рукодельница, девушка вязала взрослое платье, но по ее указаниям и рекомендациям я связала платье для девочки 8 лет, ростом метр 26-28 сантиметров и окружность груди 61 сантиметр. Возраст 8 лет. Значит, вязала я, на это платьице у меня, сейчас скажу, ушло 5 мотков 50 грамм. Это получается 250 грамм пряжи. Но здесь разная пряжа, как можно, вот я подальше отодвину, можно видеть юбочка связанная с одной пряжей, а то платьице связанная с другой пряжей. Это и то, и то мерсеризованный хлопок, только разного производителя и немножко разного метража. Платье я вязала крючком номер 3, чтобы не забыть сказать. И, значит, юбочку я вязала этого платья из вот такой вот пряжи. Пряжа называется Филодискозия номер 5. 100% мерсеризованный хлопок. Итальянская моточная пряжа. Производитель Титан Вулл. В 50 граммах, 226 метров. Цвет 103. Эту пряжу я покупала, ну, где-то лет 10 назад, очень давно. 200 грамм. И на юбочку у меня ушло 150 грамм. Ну, больше я не стала добавлять, потому что я поняла, что на топ мне мотка не хватит. В общем, с разными пряжами в одном, как бы, кусочке мне не хотелось иметь дело. И вторая пряжа – это вот такая. Ализе Мисс. 100% мерсеризованный хлопок. В 50 граммах, 280 метров. И цвет номер 264. Вроде бы, как бы, розовые, да, но они отличаются. Именно по цвету. Ализе, он такой более припыленный и более темный. Этот более такой яркий и светлый. И тот, и тот моток я вязала крючком номер 3. От Ализе Мисс полотно получилось очень такое нежное, воздушное. От Филодискозия получилось довольно-таки плотное. И хорошо держащие форму. Честно сказать, я даже очень сильно расстраивалась по этому поводу. Но с другой стороны, если посмотреть, да, на просвещаемость. Вот я засунула руку сюда. Здесь очень хорошо светится. И руку сюда. Ну, светится, конечно, но не очень. Учесть то, что это платье я планирую носить без подкладки. Без нижнего платья. Я думаю, что это даже плюс этой вот плотной вязки. Потому что почти не будет светиться. А вверх ничего страшного. Платьем я очень довольна. Несмотря на то, что я его почти месяц вязала. Я результатом, ну, крайне довольна. Учесть то, что мне эта работа очень сложно шла. И я даже не знаю почему. И та и та пряжа мне нравилась в работе. Особенно Ализе Мис. Она такая какая-то шелковистая, нежная. Это более такая грубая. А эта такая нежная. Мне она нравилась в работе. Но почему-то очень сложно вязалась. Может быть из-за того, что цвет розовый. Мне не совсем как бы было приятно на него смотреть. Поэтому я и долго очень вязала. Ну, я заставила себя связать. Потому что платье как бы сейчас нужно носить. А уже пол лета фактически прошло. Если еще дольше тянуть, то это платье и не поносится. Ну, зачем его тогда вязать? Правильно? Следующая работа у меня как бы получилась так спонтанно. Это шапка. Я еще тут не спрятала кончики. Платье прошло влажно-тепловую обработку. После влажно-тепловой обработки не изменилось ничего. Ну как, я его постирала, не отпаривала. Не изменилось ничего. То есть, как было, так и осталось. Не села, не выгорела, ничего. Хотя, в принципе, ёпочку, может быть, и стоило бы отпарить. Потому что она как немножко скукожилась. Ну, поносим, посмотрим. Если надо будет, на мой взгляд, я отпарю в следующий раз. Связала шапку. Шапку связала из... Вот такая вот она колосочками. Узором колоссов. Отворот не фиксированный. На размер 54-55. Я вязала для мамы. Шапка, ну, фактически по голове. У меня немножко меньше голова. Ну, вот она на мне вот так вот сидит. То есть, как бы мне немножко... Она широковата и немножко, как бы, высоковато. Ну, тут вот можно высоту формировать за счёт отворота, который я не фиксировала именно из-за этого. То есть, если ты хочешь чуть повыше шапочку, можно меньше отворот сделать. Вот, если ты хочешь чуть пониже шапочку, больше отворот сделать. Вот именно мне нефиксированные отвороты этим нравятся. Шапочку я связала для мамы. Мама немножко больше голова. Почему я связала? Потому что мама пожаловала, что у неё нету шапки. Ну, как бы, а дочь вяжет, да, а шапки у мамы нет. И шапку я вязала из Alize Lana Gold Fine в два сложения. Номер цвета я не скажу, потому что эта пряжа у меня давно. Этикетка потерялась. Lana Gold Fine это 51% акрила, 49% шерсти. Толщина нити 390 метров на 100 грамм. Два сложения я вязала. И резинку я вязала на спицах номер 3,5. А само полотно шапки, эти колосочки, я вязала на спицах номер 4 кубический. Шапка получилась довольно-таки плотненькая. Макушка кругленькая. Вот, в принципе, шапка я довольная. Ну, ещё кончики не запрятала. Я её вчера только вот закончила. И не стирала. Ну, стирать и прятать кончики, это, в общем-то, не так уж и долго. Правильно? Дальше. Следующей моей работой, над которой я довольно-таки много работала, это стало платье на основе треугольника. Я связала две детали. Первая деталь вот такая вот. Вот такая вот. Ну, это снизу вверх я вяжу. Связала где-то вот до вот такого вот места, к сожалению, у меня не видно. Вот. Пыталась делать приталивание. Это моя экспериментальная работа. Что получится, я не знаю. Я вывязала сюда моток 100 грамм. И приступила к вязанию второй такой части. Думаю, свяжу вторую такую же часть, сошью по бокам и посмотрю, как оно сидит. Если мне не понравится, распущу и делаю с концом. Я взяла и связала. Связала я тоже один моток, шила, посмотрела, в принципе, села по фигуре неплохо. Но, опять-таки, это пол изделия, ничего не понятно. Так что я пока вяжу дальше в экспериментальном режиме. Присоединила второй моток и уже где-то его половину извязала, наверное. Почти уже спинка у меня готова. Ну, я где-то ее связала вот до вот этого вот момента. Вот где-то вот до вот этого вот момента. Не знаю, что получится, если честно. Пока вяжу и экспериментирую. Если результат будет удовлетворять меня, я расскажу, как я его вязала. Если же результат меня по каким-то причинам не удовлетворит, я расскажу, как я его, в общем-то, делала и как мне надо было делать. Ну, пока все идет как задумано. На стопе треугольника я вяжу снизу вверх две детали. Пока вяжу. Пока вяжу. Значит, вяжу крючком номер три. Это стопроцентный хлопок турецкий от Alize. Я его покупала, ну, очень давно. Лет 10-9 назад. Сейчас такой пряжи в линейке Alize я не вижу. Даже в остатках. То есть, возможно, я уже тогда ее купила, снятую с производства. Я не говорю о цвете, я говорю вообще о составе и названии. К сожалению, этикетки все растерялись. У меня ребенок очень сильно любил этикетки снимать и так дальше. Так, это я интенсивно работала над этим. И следующий мой процесс, над чем я работала. Я вязала юбку себе не так давно, в мае месяце, из Alize Diva Silk Effect. Значит, это стопроцентная микрофибра в 100 граммах 350 метров. Я вязала на спицах номер 3 юбку с разрезом, лицевой гладью. Не знаю почему, но мне это как-то полотно не зашло. Мне показалось оно довольно-таки плотным, каким-то тянется и так, и этак. И как-то я не видела из этого полотна юбку. Возможно, если бы я его отпарила, мне бы понравилось. Но я не хотела опарить, потому что если паришь Diva, то она меняется. И я побоялась, что если вдруг мне все-таки юбка эта не зайдет, а я очень сильно сомневалась, то мне придется ее распускать. А с распущенной и отпаренной Diva я не знаю, можно что-то сделать или нет. Поэтому я не парила, а просто вязала и смотрела. В какой-то момент я поняла, что я не хочу эту юбку. Мне она не нравится ни тактильно, ни визуально. Я не представляю себя в этой юбке. И я ее отложила. Лежала у меня эта пряжа. А тем временем я пошла в Pinterest, я пошла на просторы Ютуба и увидела ажурные кардиганы. Ажурные кардиганы связаны крючком. И мне очень сильно понравилось. Я захотела связать ажурный кардиган. Я связала филейной сеточкой, крючком номер 5 филейной сеточкой, образец. Мне, в принципе, все понравилось. Но я побоялась, что мне трех мотков не хватит на кардиган, который я хочу. И я не захотела вязать этим крючком, потому что он у меня китайский, мне им вязать неудобно. Я не скажу, что все китайские крючки плохие, но мой номер 5 мне не понравился в работе. С шерстью еще он как-то работает более-менее адекватно, можно с ним справиться. А вот с микрофиброй он как-то так цеплял, ее расщеплял. Мне не понравилось. И я подумала, что такое большое полотно вязать таким неудобным инструментом, ну, в общем, я тоже распущу это. Мне не хватит просто-напросто. И тут же, буквально сразу же я увидела кардиган, связанный узором сеточка спицами. И мне очень сильно понравился он. Он такой ненавязчивый, но тем не менее очень такой эффектный. Я попробовала связать образец. Связала образец спицами номер 4. Мне хотелось такой воздушности, легкости. Мне очень сильно понравилось. И я связала спинку. Начала этот процесс я вязать где-то 1 числа. Вязала не каждый день. Так, у меня тут все напуталось. Вязала я не каждый день. Вязала так, как мне хотелось. В основном по вечерам. Потому что, как бы, натяжение тут особо сильно соблюдать не нужно. Все в накидах, все в ажуре. Как бы оно такое легкое, скользящее. Так, где тут лицо, где тут изнанка. Вот такая вот у меня спинка. Только я ее перех ногами показываю. Вот такую вот я спинку связала. Сюда у меня ушел 1 моток 100 грамм. В принципе, я так думаю, что второй моток на 2 полочки. И третий моток у меня на рукава плюс обвязка. Я думаю, мне хватит. Если вдруг не хватит. Какие-то отделочные работы. Я могу, в принципе, докупить этот цвет. Я не сказала номер цвета. А номер цвета 463. Такой приятный мятный цвет. Я, в принципе, могу докупить. И отделочные работы. Ну, что, что будет отличаться. Главное, что в полотне было. Не сильно, да, отличалось. Я сделаю тем новым мотком. Ну, я думаю, в принципе, мне все хватит. Полотно мне очень нравится. Оно такое струящееся, воздушное, легкое. Просто, ну, я не знаю, очень нравится. И я уже, как бы, думала, можно и палантин связать этим узором. И даже из махера. Представляете, как красиво будет? Такой вот палантин. Он такой нежный, летящий будет. В общем, узор мне очень-очень понравился. Узор вяжется очень легко и просто. Рапорт 6 рядов. Накиды лицевые и изнаночные. То есть, ничего сложного. И связала спинку. И сегодня я начала вязать полочку. Полочки я связала немного. Но уже есть. Вот. Очень нравится процесс. И, ну, совсем. Совсем я прям захвачена, подушевлена. И прям я уже себя вижу в этом кардигане. Я уже даже планирую, с чем я его буду носить. Единственное, что я не знаю. Делать мне бахрому внизу изделие или нет? Рукавам я точно не хочу бахрому. А вот внизу изделие я не знаю, делать мне бахрому или нет. Как бы я склоняюсь к бахроме. Но там, как бы, когда будет все детали готовы, я сошью, я примерю и посмотрю. Нужна мне бахрома или не нужна. Вот. Следующее, что я делала. Вернее, я не делала. Я думаю сделать. Я хочу переделать вот это платье. Вот оно у меня на очереди стоит. Я его, до него еще не добрал. Бились руки. Я начала маленький процессик другой. Ну, не знаю, я чуть позже покажу его. Не знаю, это такое, не долго... Как, долгоиграющий процесс. Не быстрый, не срочный. Как, не знаю, как развлечение, что ли. А это я хочу переделать, чтобы носить этим летом. Что я тут хочу сделать? В общем, мне не нравится тут рукава. И не нравится юбка. Я хочу рукава вообще убрать, чтобы такая, как майка была. И юбку сделать точно таким же узором, как тело. Юбку сделать такую хорошо расширенную, расклешенную трапецию. Короткое будет, выше колена, так, сантиметров на 15. Такое девчачье, как для девочек платье. Ну, не знаю, мне так хочется. Летнее платье. А почему я уже не против нижнего платья, подкладки к этому платью. Ну, я надела этот узор на бюстгальтер. Как смотрится, мне не понравилось. Поэтому какая разница, то ли сверху что-то закрывать, да, то ли полностью. Зато будет платье, как бы, к которому мне будет лежать душа, и которое я буду носить с удовольствием. А это мне не нравится. Оно какое-то непропорциональное. То есть внизу мало, вернее, наоборот, вверху мало, внизу много как-то. Какие-то эти рюши неаккуратные. Ну, я-то не парила, не стирала. Ну, я знаю, что оно так и будет. Честно сказать, как-то, ну, рука не поднимается, потому что как-то я устала, наверное, от этого процесса. Гнала побыстрее. И, наверное, устала, поэтому, ну, как-то нужно настроиться, скорее всего. Вот. И теперь хочу показать, чем я еще занимаюсь. Ну, это так, развлечение. Как удовлетворение собственного интереса. Возможно, даже какой-то мере эксперимент, хотя не совсем. Сейчас перейдем к столу, и я покажу, что я имею в виду. Так, краткая предыстория. Когда-то, года три назад, я себе спонтанно купила пряжу, о которой абсолютно ничего не знала. Пряжа в бобинах, размотанная по 50 грамм, полушерсть турецкая. Я ее купила много, целый килограмм. Когда она ко мне пришла, я поняла, что из этой пряжи невозможно ничего вязать, кроме ковриков и пледов. Она у меня долго лежала, я ее пыталась куда-то пристроить, но все никак. И как-то в один прикрас... Ну, так она, в общем-то, у меня и осталась лежать. Выкинуть мне было жалко ее, все-таки целый килограмм. Если бы грамм сто, я бы ее, возможно, выкинула. Даже на носки не стала пускать, она настолько грубая. Она у меня лежала. И как-то раз я взяла пряжу похожего цвета и вдохновилась вязанием зимней панамы. Мне захотелось связать зимнюю панаму. Я связала донышко этой панамы и начала вязать тулью. Ну, то есть боковушку, да? И оставила эту панаму лежать вот как блюдечко, как тарелочка. Отошла. Потом подхожу и вижу, ну, прям корзинка тебе и все. Ну, вот корзинка. А у меня эта же пряжа точно такого же цвета. Такая она цвет икрю, молочный белый. И я решила связать себе корзинку для проектов. Вот эта корзинка. Корзинка с круглым... Ну, это просто у меня здесь лежит проект. Вот зачаток моего проекта. Все никак не родится. Я связала себе вот такую вот корзинку. Круглая донышко. Вязала не очень плотно, кстати, вот это вот от пряжи. У меня просто, как оно, очес или называется, или что-то такое вот осталось. Красная была пыль. В общем, для проектов эта корзинка очень удобна. Несмотря на то, что она не очень, как бы, жесткая, но для того, чтобы придать ей жесткости, можно вот здесь вот внутри промазать клеем ПВА. Разбавленным с водой. Вот так вот все промазать, промазать, оставить ее, чтобы она высохла, и она станет намного жестче. И несколько раз вот так вот промазать, и она прям будет такая, прям дубовая. Я такое делала, но я делала такое со шляпой. Тоже стояло, все хорошо. Клей ПВА отстирывается, то есть корзинку постирала, но отстиралась, и опять. Но я еще хочу сказать, что эту корзинку можно использовать как проектную сумку. То есть вязать чуть повыше. Эта корзиночка у меня невысокая, сантиметров, может быть, 15. Сейчас померяем, чтобы убедиться. Ну вот, 13,5-13 сантиметров. Можно связать чуть повыше, можно связать пошире, и из нее сделать проектную сумку. То есть связать еще шнур, здесь вот сделать отверстие, тянуть этот шнур вот так вот гусеничкой, чтобы он затягивался. И вот так вот раз, и проектная сумочка. Можно сделать донышко больше, можно меньше, то есть все по желанию. Вот такая проектная сумочка будет. Это раз. Во-вторых, если не нравится вот такое вот, да, можно сделать подкладочную ткань сюда, вшить подкладочную ткань, сделать карманчики, связать типа косметички для всяких маркеров, иголочек, пуговичек, и сюда же тоже класть. То есть очень удобно. Прям, ну совсем. Эта корзинка, я просто пробовала пряжу в этой корзинке. Эту корзинку можно использовать даже для каких-то целей совсем невязальных. То есть складывать сюда белье, какие-нибудь, я не знаю, там, кухонные полотенца, детям для игрушек это использовать. Ну, в общем, применение в хозяйстве, я думаю, ну крайне, крайне, ну, как бы очень-очень легко и просто применить эту корзинку. Учесть то, что это пряжа ненужная. То есть сюда можно использовать остатки, можно сделать абсолютно цветную, радужную, абсолютно разной пряжей это все делать. То есть сюда пристроить остатки. И, допустим, пряжа, которая там осталась, которая не нравится, ну, вроде как и выкинуть жалко, да, и не нужна. И вот такие вот корзиночки сделать и использовать их для белья, для носков, ну, для всего. Но, так как я подумала, что круглая корзиночка не очень, как бы, удобна в использовании, то есть в плане процессов туда поставила, и ладно. А, допустим, для белья или еще для чего-нибудь не очень удобно, я решила связать квадратную корзиночку. И вот я вяжу квадратную корзиночку, вот такое вот оно довольно-таки плотное у меня получается. Специально взяла тоненький крючок вязать довольно-таки, ну, сложно, но зато оно плотное такое, почти не просвечивается полотно. И я вяжу. Будет у меня еще квадратная корзинка. Я думаю, что мне корзинки не помешают. Для чего покупать корзинки, если вот я могла их сделать. И, ну, как бы, эта корзинка у меня по всей квартире со мной. Ну, спицы, конечно, да, вон вылазают. Вот. Ну, аккуратненько, и все хорошо. Поэтому вот такой вот у меня посетила идея, куда пристроить эту пряжу. Ну, потому что, если честно, мне ее жалко выкинуть. Она такая жесткая довольно-таки, и как раз для корзинок то, что нужно. Коврики я не вижу смысла вязать, я не люблю вязаные коврики. Накидки всякие там, на стулья, на кресло тоже я не люблю. То есть, интерьерные какие-то вещи. А вот в корзинках, в принципе, эти корзинки не обязательно выставлять на показ, да. Вот. Еще я хочу связать круглую корзинку. То есть, я просто вязала столбиками без накида. А теперь я хочу еще связать круглую корзинку столбиками без накида в раскол. Оно получится такими галочками. Ну, в общем, буду экспериментировать и показывать вам. Поэтому, кто заинтересовался, возможно, кому-то идею подкинуло. Пожалуйста, давайте вязать корзинки. И как бы это не сложно. И эти корзинки всегда найдут свое применение. Всегда. Вот. Такие вот у меня размышления. Ну, а на этом я буду заканчивать. Спасибо всем за внимание. Желаю всем ровных петелек. Хорошего настроения. Ну, а мы с вами увидимся в следующем видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok